ну что дорогие друзья привет добро пожаловать на новый ролик на моем канале прежде чем начать этот новый выпуск я хочу сказать вам большое спасибо что вы проявили такую большую активность и поддержку над моим предыдущим роликом это на самом деле меня очень смотивировал продолжать снимать про ереван и про армению в целом как живут люди про цены и про другие условия жизни вообще в этом городе сегодня мы поговорим о том как легче путешествовать в ереване вообще как передвигаться легче пешком на метро на такси что дешевле и что легче сейчас я мы находимся в парке одним из таких больших парков в городе ереван где работают фонтанчики есть разные известные скульптуры как скульптуры медведей позади меня вот я вам еще покажу вам крупным планом скульптуры пьянина рояля точнее лошадей слона и других других остальных скульптур в целом сейчас мы можем уже выдвигаться в сторону супермаркета одного из самых таких старинных мест который называется пакшука сейчас мы дойдем до него я вам подробнее расскажу почему он называется пакшука переводе крытый рынок погнали сейчас мы уже приближаемся к такому супермаркете называется сети здесь популярны как у нас в россии лента карусель виктория здесь она называется ну вот сети но один из больших супермаркетов сети находится там рынке городе армения посмотрите как она выглядит я вам сейчас расскажу вообще такую интересную историю про вот такой вот пакшука ради меня находится крытый рынок пакшука в котором находится сейчас торговый комплекс сети чем он так славится потому что этот комплекс вообще пакшука крытый рынок был построен 1952 году известным архитектором-прибором агапаняном и с тех времен в этом почему называется пакшука крытый рынок потому что раньше нам до торгового торгового комплекса был просто обычный рынок где жители еревана приходили покупали овощи фрукты и честно говоря ереванцы многие продавцы которые там продавали свои продукты почти с каждым были знакомы как как знаете соседи друг с другом и делали скидки и делали какие-то подарки давали больше там на килограмм что-то и она имеет такую достопримечательность да и такого характеризм в таком плане характеризуют армению она так осталась такой культурой в армении сейчас это обычный торговый комплекс в котором просто находится обычный супермаркет где вы обычно можете прийти купить продукты домой сейчас направимся тогда внутрь покажу вам как выглядит все это внутри расскажу вам по ценам чё почем и стоит ли закупать продукты именно там или в другом месте пойдемте тогда внутрь мы зашли магазин конечно же как наверно в россии не знаю как в россии сейчас если захочешь своей сумкой обязательно должен положить его вон тут ящик который вот чтобы ничего не унести из магазин вот так первым делом давайте посмотрим чем мы должны закупить это лук грибы и картошку помидоры и огурцы лук у нас 710 грамм за килограмм чищеную картофель также есть картошка именно уже расфатрованная в коробках сейчас наберем картошечку и пойдем дальше очень очень так сказать схожие цены с россией но честно говоря покупать именно именно торговых тертом очень много овощей и фруктов не стоит потому что на улице через знакомых и так далее можно найти намного дешевле я вам расскажу тоже где я купил клубнику за 3 килограмма всего лишь за 1000 грамм 150 рублей 3 килограмма клубники но это позже 260 грамм бананы 640 грамм вообще сколько что стоит примерно приблизительно по овощам и прошлись сейчас мы пойдем уже шоколадка напитком пивом и все остальным курицам конечно к мясе проверим тоже сколько все это стоит здесь есть очень такие интересные импортные импортные сладости к примеру огромный мешок кориа за четыре 1790 грамм но это прям огромный мешок вот мелкие разные всякие печенье чокопа и соответственно ленка нашей советская со 1120 грамм за такие пироженки вот кстати как вы набрали все из овощей до отдельно в пакете на развес обязательно должны принести сюда на кассе и вам завешивать мне как россии вы сами приходите и сами взвешиваете отдаете и за вас все это делать садись к примеру водка самое главное верно посмотрим сколько здесь стоит водка толка нам всем вам известно 2080 30 до русский стандарт варксана творится 400 тысяч до нас маммонт качаловский маммонт на самом деле дорогой 11 грамм я уже не помню сколько в россии стоит такая бутылка варка импортозамещение у нас вся полка кока-коли можно выбрать любую куколу спрайд панту ланом фреш дешевле будет не выгоднее покупать вкуснее покупать именно армянского высокие армянской производители например не соки сколько тут почти литр апельсина 850 850 грамм и тут разновидность в банан и клубнику красной апельсин тропический зеленый апельсин и ламм и так далее и так далее а пола он по найму даже вот литровая пола 470 грамм да вот закону за газировку честно говоря лучше отдам деньги за натуральный сок чем за газировку и сейчас я это сделал я выбираю просто честно говоря даже не знаю какой банан и клубнику уже в местном отделу на самом деле вот нашел русский вариант израиль в россии тоже продают дымов икон сыр копченый он здесь стоит 1625 грамм за 150 грамм честно говоря это очень дорого и не советую вообще брать именно в ереване российских вообще продукцию российского производства потому что это импорт и это дорого здесь также есть очень классное место которое прям очень вдохновляет это печка здесь пекут очень свежих лет очень вкусный и постоянно вы наверное сегодня перестали этого делать потому что если очень поздно пришел в супермаркет здесь пекут вот в тандыре лавашек свежий лавашек один большой плюс который я полюбил армению ну я и так люблю армению просто один из таких больших больших плюсов когда я очень люблю есть пасту итальянскую чистую пасту и здесь продается настоящий пармезан он стоит соответственно вот соответственно немного недешево но зато от того стоит итальянские пармезан и вот есть такой вид есть такой и такой китайского пармезан есть вот такой вид итальянского зано это стоит 4200 это 30003 тысячи 200 драмам весь округляем это чуть подороже там сорт другой будишка другая 4500 драм вот не представляете это уже столько наелся просто в армении что уж вот так вот я уже смотри на этот пармезан говорит а не хочется если кому надо пишите в комментариях отправляем пармезан почты или с деком я не знаю дойдет ли он тоже не верю дошли уже к мясному отделу сейчас я уже взял себе курочку сейчас покажу сколько это стоит крылышки 1810 грамм за вот такие ножки 1600 грамм грудки 1700 грамм и так далее идет почти 150 грамм 3050 грамм за грудку без кожи рассказал первый же день пришел за курицей сказал дайте мне пожалуйста целую курицу вот не дали она такая маленькая была летку смотрю она чуток они убиты на она оказывается просто не химозная я не прикормлю так сильно поэтому она и выглядит худенькой но на самом деле очень вкусно сейчас мы даже до мясного отдела давайте посмотрим мясо перед четыре тысячи грамм три тысячи четыре тысячи четыре тысячи тысяча есть кстати ребрышки аромат иначе из боковая часть мякоть и 5600 грамм за килограмм 7200 грамм посмотрели мясо очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень и очень доброго за килограмм примерно 1000 1100 рублей за мякоть но это прям вообще это в краю нужно отдавать такую сумму денег за мясо честно говоря я вас только не дал это лучше поехать на самом деле на рынок здешний и уже найти подешевле сейчас мы дошли к приправам тут очень интересно потому что приправы здесь развес целую коллекцию который стоит 500 грамм 400 грамм 350 грамм 910 грамм за муку обычному к дешевле можно за до 25 грамм сахар 310 грамм сам беру очень удобно потому что обычно иногда ты просто не хочешь взять и покупать там упаковку хочешь на разве ну грамм 10 5 грамм и тебе это сделать тебе насыпет столько если купишь это поэтому за это большой жирный плюс основные закупочки мы сделали сейчас мы направляемся на кассу оплатим и покажу сколько вышел ячек за мои продукты закупились мы закупились мы продуктами всего вышло 7250 грамм это за курицу картошку помидоры огурцы напитки и всякое другое да то есть не так много в принципе такси домой причем версия комфорт потому что есть скидка и у кого есть подписка яндекс плюс есть скидка на комфорт вот такси стоит мне ехать примерно здесь километра полтора-два вот вышло 1400 грамм это примерно вот 220 рублей где-то так получается закончился наш трип по магазинам как вам скажите как вам цены по сравнению с россией и вообще где вы обычно кто живет в армении напишите в комментариях где вы обычно закупаетесь где может быть намного можете посоветовать намного дешевле покупать продукты и намного качественнее мне будет очень интересно оставьте в комментариях а сегодня мы подходим наш выпуск подходит концу не забывайте подписаться поставить лайк комментарии и продолжайте вашу такую же активность поддержку чтобы выпускал вновь и вновь новые эпизоды об армении всем спасибо хорошего настроения пока